И мы даже удивляемся, а работает ли вообще процесс, потому что все как-то более ухудшается и ухудшается, а улучшений не видно. Но именно такой процесс очищения. И каждая дома-хозяйка знает это. Когда вы хотите основательно убрать комнату, например, одну, такую сделать, генеральную уборку, через 10 минут вся комната превращается в еще больше беспорядок, чем был до этого. То есть надо снять картины, положить их на диван, все собрать в центр комнаты, надо свернуть ковры. Ну и кажется, что на первый взгляд все выглядит еще больше в беспорядке, чем вы начинали. Но говорится ли дома-хозяйка, я что-то не так сделала, наверное, я ошиблась? Нет. Она точно знает и понимает, что такой процесс. Она знает, что после этой уборки все будет расставлено по своим местам и обстановка комнаты будет очень чистой, на наивысшем уровне, тип-топ. Мы должны избавиться от всех этих аналитиков. И сейчас я бы вам хотел показать, о чем я говорил. И вот мы скажем, что это царь Рама. И в царстве царя Рама всегда очень замечательные люди. Но если бы они не были хорошими, и у них были бы какие-то плохие качества, то царь Рама все сделает так, чтобы они исчезли. И давайте сейчас посмотрим, как он это сделает. Мы сейчас избавимся от этих аналитиков на карте. И вот мы сейчас поставим царя Раму вниз. И вот эти девять аналитиков мы поставим сверху. Мы говорим, что мы сейчас будем воспевать святое имя. Харе Рама Харе Рама Как тебя зовут? Я хочу, чтобы ты снял верхнюю карту и дал ее мне. Вот, что она легко. И так, куда же исчезли эти аналитики? Они все, вот эти девять аналитиков, они перешли на спину царя Рамы. И вот он сейчас выйдет за город и выкинет их в мусорную еду. Там, где ими место. И вот они. Давайте послопаем. Можно прямо откинуться на спину, чтобы было удобно. Я знаю, что это такое. Очень аскетичный мальчик. Но можно немножко понаслаждаться.